Черт возьми, может быть, если бы я пришел к власти, я бы изменил что-то, я бы сделал так, чтобы развивалось здесь, чтобы гуляли не с собаками, которые повсюду гуляют, бегают, лают, кусают, а чтобы нормально было, развивалось все, чтобы не уходили эти деньги. Это же кошмар, сколько платить за это коммунальные услуги, которые не стоят того, они просто невозможно всего описать, какой это кошмар, ядерные отходы сюда везут, коммунальные услуги стоят, мы должны платить в месяц, ты посчитаешь это каким-то поехавшим бредом, но ты должен платить в месяц за свою квартплату не больше 50 рублей, не думал об этом никогда, это действительно так, один раз построили и все, не должны больше платить столько денег, как будто бы строят, столько денег платят, как будто строят какую-то супер новую планету для этих элиты, на самом деле так и есть, скорее всего эти деньги все, налоги, столько налогов, всего этого дерьма уходит, не на военный коврис, потому что сейчас танки эти неактуальные, сейчас другие уже оружие, сейчас уже глобальный мир, скорее всего эти ублюдки строят себе, это теория, положение строят, скорее всего, все конспирологические теории оправдались в итоге, как оказалось потом, и вот моя конспирологическая теория, лохическая теория, конспирологическая теория в том, что эти ублюдки строят, черт возьми, себе какую-то платформу или на воде, или где, подальше от людей и управляют они давно уже дистанционно всем, в том числе гидроэлектростанциями, электростанциями, если что-то начнется, они просто отключат воду, всю воду, все электричество и ничего вы не сможете сделать, они собираются себе, они строят себе, вы подсчитаете, блин, нить, специальную нить изобретают, которые уже почти изобрели или изобрели, собираются от земли к небу, в космос проводить, они собираются там, короче, построить какую-то платформу себе космическую, которая будет летать там на околоземной орбите, видимо, или где, или под водой, или над водой, или где-то на острове, или в океане, или где, или в воздухе, где, куда мы, простые люди, не будем говорить из трех букв, кто не будет даже первых букв говорить, это экстремизм будет считаться, короче, мы, простые люди, не доберемся до них никогда, их мечта сделать такое общество, где никогда не будет революции, никогда, где не будет, где простые люди, вот мы никогда не сможем до них добраться, до этой элиты, которая будет вечно жить в своем элитном царстве, царстве, и они все эти деньги на это, налоги, столько налогов, золота, всех ресурсов, они выгребают с земли, здесь останется одна пустыня, или, или ничего, скоро, ну не скоро, ну останется, конечно, пока что у них есть элитные государства, это западная Европа, мире там, и страны, где они выкачивают все, где уже ужасная жизнь, рабская, это вот остальное мир, ну потом они сделают всю землю такой, в сплошной пустыне, а сами будут, ну построить себе достаточно, там, технологии у них есть, все, все есть, и будут просто даже не соприкасаться с нами, мы будем как в террариуме, они будут как, как в клипе Plasebo, You don't care about us, вы, ты, вы не позаботитесь о нас, где они бросают Брайана Мол, типа, в клипе он в воду, там, пираньи, там, дети элиты, типа, смотрят, радуются, как его жрут, как жрут их там, вот мы будем в аквариуме, как бы, в таком жить, а эти дети, будут, их дети, это элиты, внуки, их правнуки будут смотреть, радоваться, и, так смешно, по-моему, клип у него об этом, вот я разгадал, а Вавилон строились, чтобы этих ублюдков уничтожить, которые наверху, они пытались построить, ну, видимо, когда война была, когда они что-то смогли сделать, они Вавилон строили, такое гигантское здание вверх, чтобы, чтобы напасть на этих ублюдков, которые наверху, там, живут, типа, элита, это, чертова, тысячу лет назад, или сколько они жили, там, наверху, эти, ну, типа, боги, там, эти, они пытались до них достроиться, но они не смогли, блин, потому что боги их, применили к ним гипноз, там, или какую-то хрень, технологию, которая их разобщила, потоп устроили, или еще что-то, короче, полная дичь, ты думаешь, я дичь рассказываю, да, я дичь рассказываю, я сумасшедший, да, а ты нормальный, иди на работу с улыбкой, иди, послушай умных людей, они тебе скажут, улыбайся, не слушай поехавших, иди на работу с улыбкой, и не думай ни о чем, вот что они тебе скажут, не думаешь ли ты, что это выгодно, кому это выгодно, чтобы тебе внушали, что, не оглядывайся по сторонам, не думай ни о чем, иди на работу с улыбкой, афирмации в башке про, ну, скажут, там, представь, что ты, ну, короче, с улыбкой, иди на работу, и с энтузиазмом работай, блин, хотя уже давно должны роботы работать, просто капиталистам не выгодно роботов держать, я уже объяснял, почему, и все эти фильмы снимают, ублюдки, которые, про то, что роботы захватят наш мир, там, на самом деле, роботы ничего не захватят, потому что капиталисту невыгодно держать робота, задумайся своей головой, сынка Бау, капиталист, ну, вообще, любому работодателю выгодно держать человека, раба простого, которого мало платят, который на самообеспечении находится, которого не надо за медицину платить, ни за что, ни за что платить, роботу придется платить за офигенные масла, там, все, и замену вот этой вот частей, офигенную медицину, офигенное питание им давать, очень дорого будет стоить, он не сможет сверхприбыль получать, понимаешь, они уже зажрались там настолько, они там реально, я не знаю, скорее всего, они там строят, или планируют, или уже построили, короче, ублюдки самые настоящие, это элита, и посмотри клик, пласи, группы пласиба, they don't care about, они не позаботятся о нас, где их бросают в эту, в пираниум, в аквариум, и такие дети с черными глазами, без зрачков, ну, зрачки такие прям расширены, они радуются, прям радуются, как их жрут, вот это дети элиты, вот по-моему, вот я разгадал смысл этого клипа, первый, кто разгадал смысл черного квадрата Малевича, то, куда ты смотришь, это и есть черный квадрат Малевича, раньше, посмотри, на какие компьютеры были, это были, черные квадраты Малевича, перестали люди богу молиться, перестали, они стали молиться черным квадратом Малевича, вкратце, я тебе рассказываю, это правда, это правда, понимаешь ты, надо было еще плеснуть ему водой в рожу этому ублюдку, я хочу, чтобы меня этот ублюдок, как он там, профессор этот вызвал, не Рыбникович, которого Рыбниковича, который Рыбниковича вызывал на дебаты, чтобы он вызвал меня, я ему рассказал про черный квадрат Малевича, про элиту, про все, чтобы в конце я ему брызнул, короче, встал на стол и нассал ему прям на лицо, и чтобы это не вырезали, а я показали, короче, мне уже пофиг просто, потому что эта элита ссыт срет нам, они ссут срут нам, ядерными отходами, блядь, вдумайся в это, сука, какая разница, что я матерюсь, какая разница, что я ничтожество в твоих глазах, если мы все ничтожества в их глазах, мы должны просто охуевать от того, что происходит, но никто из россиян не охуевает, кроме меня, они свозят каждый день вагонами с Европы в бетонных этих хернях и закапывают в моем городе ядерные отходы, видишь, я говорю так, что даже кошка не проснулась, так что я никому не мешаю, не соседям, никому, короче, блин, это просто какой-то пиздец, ядерные отходы сводят, сводят в мой город ядерные отходы, и пиздец, как Ларин, как Ларин говорил, и пиздец, я сейчас просто повторю, ну, где этот, выбор маргинала угорал, с Ларина, как он, так он кричал, и пиздец, типа, в смысле, ты чего, охуела, там, ну, кто смотрел, я раньше смотрел, сейчас смотрю, короче, это пиздец, ядерные отходы, и они будут свозить бесконечно к нам, это не пиздец, да, я, я сумасшедший, ядерные отходы сводят, это я сумасшедший, да, это я буржуй там охреневший, меня нужно избить, меня, мне нужно угрожать, а тем, кто свозит, что эти отходы, где-то Тунберг, не надо угрожать, где-то Тунберг, она богиня Несса, ее все почитают, она там вообще элита, посмотри на ее лицо, она там просто супер богиня, блин, она считает себя элитой, которая не такая, как все, блин, сводят сюда ядерные отходы, я никто, ты никто, мы никто вообще, мы можем просто тарелку на голову с говном себе поставить и ходить в знак протеста, это было бы хоть что-то, это было бы хоть каким-то проявлением гражданской активности и солидарности, но мы россияне, блин, нам, нам, нам поставили, нам поставили тарелки с ядерными отходами, не с говном, а с ядерными отходами на голову, и мы ходим, и нам говорят, держи, нам еще через пару лет скажут, держи равновесие, если упадет, ты сам будешь виноват в ядерной катастрофе, понятно, вот эта элита чертова скажет тебе, это скажут тебе, еще в задницу тебе засунут чип и прочее, и ты будешь, ты смеешься, но потом, когда тебе будет чип, чип совать в жопу, ты уже не будешь смеяться, ты, точнее, ты будешь смеяться, потому что тебе нравится, когда тебе суют что-то в жопу, ты будешь радоваться, они скажут, тебе нравится, да, и тебе чип в жопу засунут, ты скажешь о классно мне один сумасшедший блогер художник предсказывал это такое они скажут как фамилию назови ты назовешь фамилию они ко мне придут и меня сразу там арестует убьют потому что потому что как бы ну или не убьют потому что они уже все глобально контролируют какая им разница чё там один сумасшедший говорит это просто я не хочу есть ничего не хочу хочу изменить этот мир черт возьми этот мир абсолютно гниющий абсолютно больной скажешь если ты видишь говно вокруг то это значит ты говно значит ты обосрался да молодец ходи там нюхать цветочки свои ходи улыбайся на аватар поставь как ты улыбаешься и напиши цитатку радостную позитивную сходи коуча успеха который сходи к дмитрию медведеву который скажет тебе который радостный дмитрий медведев он же радостный он говорит он радуется по жизни вся элита радуется по жизни они меня не видят вокруг говно они не говно они пчелки да вот элита который те говорит начни с себя там начни там это видеть вокруг хорошие это или ты тебе внушает к сожалению это грустно когда простые люди друг друга это говорят я улыбался в детстве и был счастлив офигенно улыбался а когда ты узнаешь об этом мире как ты вырастаешь черт возьми так хреново становится короче радуйся и вдыхает просто супер лице ходи на работу получает копейки радуйся тебе сказал дмитрий медведев или другие чиновницы с черными волосами кудрявыми с черными глазами в черной одежде или чиновник с тремя россиянин с тремя подбородками сказал россияне должны затянуть пояса улыбаться радоваться жизни он тебе скажет есть ты видишь вокруг говно тут тут и сам говно а он то не считает себя говно это тебе внушило это чертова элита вот такие поговорки дебильные все люди видели какое дерьмо происходит они бы нормально гражданское общество было бы поставили бы на место этих ублюдков а вместо этого они говорят друг другу ты говно если ты видишь вокруг одно говно те улыбайся ходи на работу молча а за меня думает о чем не думать за меня думает государство как мемы вот она пошли мы я уеду отсюда на пошли вы все только куда бы я не уехал везде я нигде не нужен что я россиянин я же я даже тут вы сами вот так как говорили мне стыдишь вокруг говно ты сам говно и еще что-то подобное начни из себя когда вот тут уже будет все в этих ядерных отходах они завезут они везут эти ядерные отходы составами c целыми это это реальность блин это реальность чё тебе не колышется ничего в мозге в сердце не колышется может биоробот нет я не считаю тебя биоробот просто ты так воспитанный как воспитан просто ты не хочешь ничего не можешь изменить как я поэтому чё париться ты просто пытаешься радоваться мы недолго проживем все я ли я тем более поэтому я выбрал я не выбрал я страдаю а вы вы тоже знаете что вы скоро умрете там через 40 лет от старости через 30 лет но обычно мужчина женат и умирает 50 с чем-то лет на фарку сумма ну короче вы знаете что вы умрете и вы просто радуетесь напеваетесь постоянно меняем состоянии и вы называете меня шизофреником а сами вы не меняем бухие там постоянно тот чем который мне шизофреником издевался на нам сам постоянно бухает не меняем рожу на тупая и выглядит он узкие плечики широкий таз и пытается постоянно быть мужик выбить мужиком и унизить других по принципу что ты не мужик ну типа отец его воспитывала одиночка ну короче пофиг татуировку все сделал борода не усы не растут как у меня как у нормального мужчины член может у него там не растет как у нормального может у него члена нет я не знаю чё он такой злой и такой чё он так ненавидит нормальных мужчин наверно члена нет у тебя максос который из моего города который слушает белого и этого ну конечно знаешь как тот максос как по которым сейчас у которого я дарил картину который потом который постоянно унижает короче я не знаю что с тобой таких как ты кстати дофига в россии в россии вообще у тебя до плечи узкие широкий таз действительно и сильно не комплексы как вы татуировку сделал принципе на татуировку будет отвлекаться не будет замечать то что ты такой женского телосложения нормального и короче ты главное там слушай короля и шута и кипелого свои 20 с чем 25 или сколько тебе там лет дофиг дофига унижая других мужчин как бы ведь смысл мужчин унижать других мужчин так внушил матриархальное государство теперь нормальный мужчина не должен унижать других мужчин никогда тоже нормально разговаривать ну а ты видим ну а если чё это все значит по сравнению с тем что к нам сводят ядерные отходы ничего не значит максос хоть что-нибудь можешь сказать о ядерных отходах ты не мужчина и не мужик понятно максос ладно иди дальше там долбись и там говоришь все дни мужчину там ты один мужчина мужик настоящий там мужик и пиво ешь мясо и будешь и дарасом ну я не гомофоб просто стат одного моего друга когда мы в детстве были он там была песня такая и пей пиво и ешь мясо и он он говорил и будешь и дарасом это его цитата я не гомофоб короче все вот бездец короче штатах каких-нибудь где или в какой-нибудь стране в зеландии где живут нормальные люди которые не унижают друг друга которые никак не такие вот здесь как этот как этим максос их членососа короче ну это я и так с толерантностью говорю с уважением я уважаю это ли ради ему тебе максос ты можешь там хочу делать я нормально толерантно тебе отношусь ты имеешь право это делать нормально максос короче в новой зеландии они вы просто взяли такой протест устроили против того чтобы завозили ядерные отходы они бы как минимуму тарелки на себе на голову и делись написали ядерные отходы они вы закидали этих или эти там правительство правда у них скорее всего него и отправят просто марионетки короче просто эти кто или то выбрали несколько государств которые будут ну на всякий случай если у них там авария случится они туда туда все сойдут нормальное государство где нету ядерных отходов где нету дебильных законов нету максосов ну максосы там есть максос это просто нарицательное имя максос это просто такой чел который воспитан отцом и который пытается всячески но который же в женские который выглядит как женщина но и он пытается контакт свой подавить унижая других